здравствуйте дорогие товарищи вы смотрите канал на ютюбе спорим врут мы ищем правду зовут меня влад серов и сегодня в выпуске ассанши сноуден снова в деле опять идут разоблачение тотальной слежки сша за всем миром на этот раз через айфон чудо враждебной техники ну что спорим что это правда или не совсем на этом свете существует только ложь обман и воровство рубрика их нравы российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным по 1000 айфонов в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в москве сообщила фсб ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии характерные только для пользователей мобильных телефонов apple и обусловленной работой ранее неизвестного вредоносного по использующего предусмотренные производителем программные уязвимости говорится в релизе помимо российских абонентов заражению подверглись сим-карты зарегистрированные на дипломатические представительства в россии в том числе стран нато республик бывшего ссср а также израиля сирии и китая особенно тот с усами видите следит следует конечно сразу сказать что компания apple поспешила откреститься от всех обвинений ну кто бы сомневался и заявила что она да никогда да как вы могли подумать ну и все как полагается вот что было сказано в ответном заявлении американского производителя смартфона компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт apple и никогда не будет этого делать что самое интересное возможно что какое-то время назад россии еще и пришлось бы всех долго убеждать доказывать и так далее но после разоблачений сноудена и ассанжо после вскрывшихся фактов слежки аж за самой госпожой меркель как-то не возникает особых сомнений в том что сша следили и будут следить тем более что они во-первых не извинились за все предыдущие случаи а во вторых даже и не подумали давать обещание впредь подобным не заниматься так что да скорее всего изложенные обстоятельства имели место и возможно даже что когда-нибудь сша это признают как они со временем признают вообще все например что пробирка пауэлла была враньем от начала и до конца но сейчас будут строить оскорбленную невинность и все отрицать наговаривайте на нашу семью грех это а вообще конечно все это самый лучший ответ на то чем яблоко отличается от андроида конечно американская система и там и там но у андроида хотя бы открытый программный код и это уже кое-что значит а главное железо для других смартфонов уже не американская закладки на уровне системного по это тоже плохо но закладки на аппаратном уровне принципиально хуже они любую систему обойти могут вот только как оказалось наши спецслужбы тоже без дела не сидели все эти годы и благополучно изучали американскую матчасть чтобы в нужный момент их не застали врасплох интересно на этом фоне другое чего сша на самом деле боятся больше всего ведь когда они утверждают что любое китайское оборудование может шпионить в пользу китая это они по себе о людях судят исходят из того что сами бы они точно шпионили кстати следует ли тогда всему окружающему миру полагать что когда речь идет о американских девайсах то они точно шпионят если сша так боятся что этим же займется и китай и второе чего сша опасаются больше что за ними тоже начнут шпионить или что возможность шпионить потеряют они сами еще бы ведь это будет как-то бестактно заявляться в китай и просить установить шпионские закладки чтобы продолжать приглядывать скажем за европейцами но гораздо хуже третий вопрос а точнее ответ который выпьет о главном технологическую гонку сша уже точно проиграли китаю даже в западном мире китайское оборудование используют вместо американского именно этого сша и не хотят признать грешно смеяться над больными людьми друзья ставьте лайки подписывайтесь и уже завтра новый выпуск на нашем канале не пропустите